Я хочу, чтобы ты усердно училась, хочу, чтобы ты нашла хорошую работу, хочу, чтобы ты стала кем-то. Ты ведь это понимаешь, не так ли, милая? Только этого не хватало, чтобы ещё больше улететь в страз, да? Всем привет, вы на канале Дювплей, и сегодня мы будем продолжать проходить лину. Не забываем шляпать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали. Она встречается с мужчиной на четвёртом десятке лет. Наверняка она знает, что делает. Разве не так? Нет. Я лежу на кровати, ничего конкретно не делая. Просто смотрю в потолок. Наверное, надо заниматься, но я не могу заставить себя даже взглянуть на учебники. А уж от одной мысли их открыть, начинает тошнить. Так что я на них не смотрю. Я смотрю на потолок. Я думаю о Сьюзи. Я думаю о Баке. Думаю о Жас. Думаю даже о неродившемся ребёнке Жас. Интересно, как она его назовёт? Жас недавно делала УЗИ. Врач сказал, что у неё будет мальчик. Я спросила Жас, назовёт ли она ребёнка в честь нашего папы. А она очень протяжно всхрюкнула и закатила глаза настолько сильно, что я подумала, как бы они не вывалились. Я не уточняла, но решила, что это значит нет. Наш дом и так забит. В нём только две спальни. В одной мама с папой, в другой я и Жас. У меня никогда не было собственной комнаты. Я завидую Сьюзи, у которой есть красивая большая спальня. Полная всяких вещей. Она единственный ребёнок. И ей не надо волноваться из-за братьев или сестёр. Я уверена, у Сьюзи дома достаточно места, чтобы поместился новорожденный младенец. Но я не могу попросить их взять ребёнка Жас. Я не думаю, что сильно нравлюсь родителям Сьюзи. Уж молчу про моего нагуляного младшего братца. Не братца, а племян никого. Но один вопрос остаётся. Что будет с ребёнком? Куда мы его поместим? Поместим. И что скажет папа, когда он родится? Он больше не сможет делать вид, что Жас не беременна. Ему в лицо будет смотреть живое доказательство. Он устроит скандал? Что если он устроит его в роддоме? Что если он начнёт орать на Жас? Мне практически невыносимо думать об этом. Может быть, не надо думать об этом? Я не хочу, но... Лен, ты занято? Слышно глухой стук в дверь моей спальни. Это папа. Лен, эй, Лен! Он снова стучит. Он стучит не очень громко, но я достаточно хорошо знаю папу, чтобы понимать, что он может стать злее в любую секунду. Я сажусь, проводя рукой по волосам и тороплюсь ему ответить. Я не занято, проходи. Дверная ручка поворачивается, замок щёлкает. Я сглатываю. Папа стоит в дверном проёме во всей своей красе. Он высокий, здоровый, более шести футов ростом, с широкими плечами и достаточно большими руками, чтобы колоть грецкие орехи. Когда я была маленькой, я представить не могла, что существуют люди больше него. Я ошибалась. Папа даже не очень высокий, но по сравнению с другими людьми. Не по сравнению с другими людьми. Его рост чуть выше среднего, наверное, и мускулы, результат многих лет физического труда, добавляет устрашение его виду. Но есть мужчины и побольше. Но я с такими мужчинами не живу. А если бы я жила, то я не научилась... То я не научилась их бояться. Не так, как я научилась бояться папу. Эй, Лен! Но сейчас он выглядит не очень грозно. Он стоит в проходе со странно виноватым лицом, словно ожидает, что его будут ругать. Я могу выйти? Конечно. Я двигаюсь к краю кровати, освобождая место для папы. Он садится, но сначала закрывает за собой дверь. Мои руки сжимаются в кулаке против моего желания. Знать бы почему. Самооборона? Ты ведь не сердишься на меня. Не сержусь? А с чего ты взял? Ты всё молчишь в последнее время. И за ужином почти ничего не говорила. И толком не ела. О! Я не думала, что он заметит. Я полагала, он слишком занят перечислением всех недостатков ЖАЗ. Грубая, неблагодарная, невнимательная, безответственная, опрометчивая, заносчивая. И так далее, и тому подобное. Я не хотела есть. Ты уверена? По-моему, ты в последнее время немного похудела. Правда? У тебя щеки в поле. Ты похожа на маленький скелетик. Может, так и есть. Сколько себя помню, мне всю жизнь не снились кошмары. В последнее время они становятся всё более и более яркими. Вчерашний кошмар про шоу и насекомых ещё был ничего. Как мне есть после таких ужасных сноб? Я в порядке, правда. Я не голодная. Вот и всё. Ты же не на какой-то там диете, нет? Я качаю головой. Хорошо. Я не девочка, но знаю, что вы любите такие глупые вещи. Жаса в твоём возрасте была такая уже, но теперь... Папа скрипит зубами. Несколько секунд я опасаюсь, что начнётся, но затем он глубоко выдыхает и чуть расслабляется. Неважно, мы не о Жас говорим. Давай поговорим о тебе. Да не... Да не о чём-то и говорить на самом деле. Брайс, ты же моя маленькая девочка. Я действительно маленькая по сравнению с папой. Я не знаю, какого интереса добавляет мне моя маленькость, но я молчу. С папой лучше молчать. У тебя скоро экзамены, волнуешься? Немного. Ну, это нормально. Я тоже волновался, когда у меня были экзамены. Это честь детства. Он взъерошивает мне волосы огромной мозолистой рукой. Словно меня калечит краб. Но всё будет хорошо, Лен. Ты же училась, а? Я кашусь на стол около кровати, где горками лежат старые учебники Жас, которые я даже не открывала. Я сглатываю. Я не знаю, что больнее. Папина огромная рука на моей макушке. Или вес его ожиданий. Да, я... Я училась. Умница! Только постарайся, это всё, что мне надо. Я... Я постараюсь. Но я знаю, что вру. Вы сегодня, чем мы занимались со Сьюзи, милая, готовились? Да. Чудесно! Я знал, что она хорошо на тебя влияет. Я рад, что ты дружишь с правильными детьми, Лен. Не как Жас. Она всегда шаталась с этой ужасной вон. Хотя она гораздо старше нашей Жас. Надо было быть осторожней. Я много раз ей говорил, но... Жас не слушает. Не слушает, да. Никогда не слушала, никогда не будет. Даже когда я на неё ору, вот и думаю, я смысл. Он вздыхает. Что я за отец, если я собственных детей воспитать не могу? Я не думаю, что кто-нибудь мог бы воспитать Жас. Она сама себе закон. Мои мрачные комментарии вызывают улыбку на лице папы. Я редко вижу, чтобы папа улыбался, но когда он это делает, то обычно рядом со мной. Я не пытаюсь хвастаться, просто так и есть. Из-за Жас папа не улыбается. Из-за неё он кряхит и брыжет слюной в ярости. Ты права, полностью права. Ты часто права, Лен. Я не знаю. Я знаю, не прибедняйся. Я был как Жас, когда был в её возрасте. Думал, что знаю всё лучше всех. Никогда никого не слушал. Особенно своих родителей. Я был долбоёбом. Я сделал много ошибок, воспитывая Жас. Сделала и Мэри. Я не хочу повторять эти же ошибки с тобой. Я хочу, чтобы ты усердно училась. Хочу, чтобы ты нашла хорошую работу. Хочу, чтобы ты стала кем-то. Ты меня-то понимаешь, не так ли, милая? Только этого не хватало, чтобы ещё больше улететь в стресс, да? Вдруг у меня пересыхает в горле. Голова пульсирует. Опять мне душу жалят многоножки. По-моему, это Шекспир. Макбет, мы проходили в школе. Ну, хоть что-то я помню. Как жаль, что я помню один лишь хлам. Ну, чё я тебе всё это говорю? Ты хорошая девочка. Умница. Может, у тебя не всё замечательно с математикой или физикой. Но я знаю, что английский ты сдашь на отлично. Учительница английского всегда хвалит тебя на родительских собраниях. Папа взъерошивает мне волосы. Ты справишься, моя хорошая. Я в тебе верю. Твой старик ещё будет тобой гордиться. Жас, я никогда не гордился, но ты другая. Надеюсь, ты не подведёшь меня. Я издаю мягкие вздохи. С моих губ срываются тихие звуки. Я едва ли звучу разумно, но я хотя бы чувствую. Я знаю, что всё ещё существую. Сейчас глубокая ночь, и свет тусклый, а небо полно звёзд. Но я всё ещё существую. Мне не нужно искать доказательств того, что я чего-то стою. У незнакомца в интернете, как с Юзи. Я не вымогаю одежду с туфлями и аксессуарами у мужиков онлайн. Притворяюсь, кем-то кем не являясь. Я не хочу. И я не думаю, что даже самый отчаявшийся мужик захочет встречаться со мной. Я никогда не умела притворяться, в отличие от Сьюзи. Когда мы были маленькими, Сьюзи всегда придумывала сложные предыстории для кукол и раздавала роли, когда мы играли в счастливую семью. Мне не особо с кого было брать пример. Я ловлю воздух, запрокидываю голову назад. Волосы сбились под головой, и мне немного больно. Они натягиваются на коже, когда я двигаюсь, но я пытаюсь это игнорировать. Если никто меня не хочет, ни мужчины, ни женщины, то хотя бы я могу хотеть себя. Поскольку я сплю в одной комнате с ЖАЗ, мне не часто выпадает шанс с этим заняться. Могу этим и воспользоваться. ЖАЗ еще не вернулась. Я не знаю, чем она занимается и где она. Но она наверняка свон. Папа был в ярости, когда обнаружил, что в одиннадцать вечера ЖАЗ все еще не дома. Папа пытался говорить тихо, но я слышала, как он зло шептал маме в комнате. В их комнате. У этой девчонки никакого уважения. Я ей шею сверну, когда она вернется. У нас дома тонкие стены. Мне все слышно из спальни. Слышно, как ветер трясет раму в окне. Слышно, как капает скрана вода в ванной. Слышно, как внизу гудит холодильник. Иногда слышно, как скрипят пружины на кровати мамы и папы. Я бы хотела этого не слышать. Когда мы были младше, то хихикали над этим с ЖАЗ. Вернее, ЖАЗ хихикала. А затем в мельчайших подробностях расписывала, откуда берутся дети и что мама с папой делают. Я сказала ЖАЗу, что она мерзкая. Она рассмеялась и ответила, что я дитё малое. ЖАЗ тогда было девять. Мне шесть. Я давно уже не слышала скрипа пружины в спальне мамы и папы. Чаще я слышу тихий, сердитый шёпот. Ссоры. Иногда они тихие. Иногда не очень. Сейчас дом практически молчит. Но это обманчивая тишина, которая держит что-то глубже. Что-то тёмное. Ветер снаружи. Медленные ритмичные капли крана в ванной. Печальные сопящие звуки матери, которые она издаёт во сне. Мои собственные тихие вздохи. Интересно, о чём мне стоит думать? Я не знаю. О чём угодно, кроме мамы с папой. Сьюзи немного мне об этом рассказывала. У неё были парни. А теперь у неё Аки. У меня были уроки полового просвещения. Но я не очень. Хорошо. Это делаю. Я плохо делаю себе хорошо. Я бы поискала в интернете на дому всего один общий компьютер. И я слишком боюсь, как бы кто не узнал, что именно я искала. Я не знаю, что надо делать. Так что я беспорядочно лапаю и тыкаю себя на лучшее. Надеюсь на лучшее. Я не очень понимаю своё тело. Оно странное и чужое. Всякий раз, когда я принимаю душ или ванну, я стараюсь не слишком много на него смотреть. Мне плохо из-за своего тела. Я думала, что школьные годы лучшие в жизни. Тогда почему я выгляжу так уродливо? Я не просто выгляжу уродливо. Я чувствую себя уродливо. Я не заслуживаю этого, чтобы чувствовать себя хорошо. Может быть, поэтому мне и плохо. Слишком много вины и неловкости. Потому что родители могут проснуться в любую секунду. Может быть, если захнекать, сдерживая дыхание. Как делают все женщины в сценах секса в кино. Что я только видела, мне будет хорошо. Но в кино все сцены секса наигранные. Даже если бы они не были такими, там обычно двое людей. А тут лишь одна я. И всегда буду лишь одна я. Я всегда буду одна. Никакие привлекательные мужчины не подкатят ко мне в интернете. Никогда не купят мне дорогих подарков в обмен на долгий затянутый киберсекс без любви. Никакие парни не попытаются напоить меня на вечеринке, трахнуть в спальне вон. Затем уйти, не оставив ни имени, ни телефона. Никто не захочет держать меня за руки. Или целовать губы. Или признаваться в любви. Потому что, если верить, Сьюзи романтика мертва. И мне не стоит в наш век слишком много надеяться. А ты как думала? Почему столько парней смотрят мои стримы? Потому что им одиноко. Может, все одинокие. Разве я не из-за этого этим занимаюсь? Не знаю. Мне от этого не лучше. Но... Я звучу неубедительно. Мои вздохи пустые и без эмо... Блять. Без эмоциональная. Наверняка я выгляжу так глупо. Я чувствую себя глупо. А я, по идее, самая умная. Если бы я была похожа на нее. Но почему я об этом думаю? Я напрягаюсь. Пальцы вздрагивают. Спина выгибается на ней, потому что я испытала оргазм или типа того. Я не знаю, как это. Сьюзи говорит, что это хорошо. Я верю ей на слово. Сьюзи потеряла девственность в начале этого учебного года. А ей всего 15. Это рано. Это просто рано. Это не... Блять. Это не... Это не просто рано. А, не просто рано. Это незаконно. Это особенно удивительно, учитывая, что Сьюзи, по идее, должна быть хорошей девочкой из обычной дружной семьи. Ее папа наблюдает за птицами, а мама переводит инструкции из-под телевизоров и кухонных шкафов. По-моему, они вообще никогда не ссорятся. Они не похожи на тех, кто ссорятся. Но Сьюзи все равно потеряла девственность в 15. Так что, может, это нормально? По-моему, ЖАЗ тоже было примерно столько же. Но я не потеряла. Я даже за руки с парнем не держалась. Молчу уж про поцелуи. Молчу уж про все остальное. Может, не надо думать о парнях? Это не очень-то работает. Я просто острее осознаю, насколько одиноко. Тогда о девушке? Мне думать о девушке? О Сьюзи? Нет, не о Сьюзи. У нее есть тяки. Тогда... А? А другой мне? А Линз А. Чье имя бы стоило больше очков в орудите? Она знает, как надо это делать? Сомневаюсь. Она вся... Блядь. Она такая вся из себя. Никогда ни с кем не разговаривает в классе. Когда нам рассказывали о сексе на половом просвещении, она смотрела вперед и слушала достаточно внимательно. Но как-то отстраненно. Словно это вообще не к ней. Словно она никогда ни за что не займется сексом ни с каким парнем. Не мне судить. Спорь, я тоже никогда ни за что не займусь сексом с парнем. Я умру в одиночестве и печали. Надеюсь, Алина тоже. Будет нечестно, если ее личная жизнь будет лучше моей. Она уже и красивее, и умнее, и ее семья богаче моей. Почему она забирает все, чего хочу я? Это не честно. Может быть, потому что она не из такой семьи, как я. На туфлях Лены никогда нет царапин. А складки на юбке всегда опрятные и гладкие от утюжины. Могла бы я выглядеть так же красиво, если бы попыталась. Хороший вопрос, ответ на который мы узнаем уже в следующий раз. Что ж, на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok